Привет, друзья! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем выпуске хочу вам рассказать очень важную новость, которая коснется, наверное, всех абсолютно людей, которые будут проходить вакцинацию. Депутаты Европарламента одобрили введение ковид-паспортов для целой Европы, то есть для всего Евросоюза с июля месяца. Что это значит? На практике вводятся ковид-паспорта. Хорошая новость, нехорошая, не знаю, но сейчас попытаемся более подробно в этом разобраться. Итак, значит, Европейский парламент одобрил введение так называемых ковид-паспортов. С июля месяца все это запускается. Они будут предназначены для того, чтобы позволить всем гражданам Евросоюза доказать отсутствие инфекции при помощи единого сертификата. Государства Союза должны признать ковид-паспорта для трансграничных поездок с начала июля. То есть как раз вот начало периода отпусков. В сообщении сказано, что в основном касается граждан Евросоюза, но я вам скажу честно, касается это всех даже иностранцев, кто проживает и имеет вид на жительство, либо постоянное место жительства. Поэтому сюда тоже все эти люди относятся. Бесплатный цифровой сертификат под названием EUCOVID будет выдан в виде QR-кода в электронном или распечатанном виде. Срок действия этой системы в настоящее время будет оцениваться в 12 месяцев. То есть срок действия данного QR-кода. Сертификат не будет считаться проездным документом и не должен быть необходимым условием для поездки. Но он должен только облегчить путешествия во время пандемии, чтобы граждане избежали, например, обязательного карантина или дальнейшего тестирования. Государства-члены должны будут признать сертификаты, выданные в другой стране ЕС, подтверждающие вакцинацию препаратом, одобренным европейским агентством. В настоящее время это вакцины Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Кроме того, правительства государств-членов смогут признавать сертификаты о вакцинации для препаратов, которые не были одобрены европейским агентством, но были одобрены национальным органом. Например, как в случае в Венгрии, это вакцины Sinopharm и Sputnik 5. Так что, друзья, вот такая вот новость. Ну, не знаю, честно, она классная или нет. В принципе, ничего плохого вообще не происходит. То есть Европа пытается каким-то образом раскрутить и туризм, чтобы люди начали уже кататься по отпускам, чтобы не было никаких очередей в плане тестирования, ни в плане карантинов. И это позволит просто сэкономить также кучу денег, потому что в любом случае народ вакцинируется. От этого никто никуда не бежит. Чехии тоже вакцинируются. В предыдущем видео рассказывал, что уже почти половина населения Чехии вакцинирована. Кто не видел, посмотрите вот это вот видео. Ну, а кто не хочет вакцинироваться, то, конечно, будет делать тесты, будет регистрироваться на тестирование, делать антигенные тесты, отсиживать, возможно, какие-то карантины. Это все уже зависит от того, в какую страну вы будете путешествовать. Переходим к следующей новости. Следующая новость не менее важна, чем это, про ковид-паспорта. С 11 июня иностранцы без государственной страховки Чехии смогут записаться на прививку ковид-19. Об этом тоже говорил в предыдущем видео. Посмотрите его обязательно. Там есть более подробная информация, что и как. Но вкратце, опять же, расскажу, что нужно будет сделать для того, чтобы зарегистрироваться на вакцину от COVID-19 в Чехии. Для людей, которые имеют тип визы, воссоединение семьи, либо студенты, либо люди, которые не имеют госстраховку, но находятся в Чехии, для регистрации нужно будет указать номер телефона и электронную почту, чтобы пройти идентификацию. В Праге будет 6 центров вакцинации, где граждане иностранных государств смогут сделать прививку. Иностранцам, у которых нет государственной страховки, будет доступна только одна вакцина Pfizer-BioNTech. Стоимость прививки не превысит 850 крон за 2 давки. Ну и следующая важная новость, касается она всех людей, которые будут пребывать по рабочим картам и должны будут явиться в ОАМПы. Уведомление следующего характера. Если люди, которые пребывают с темно-красных зон, то есть это Украина, Россия, Беларусь, короче, третьи страны, и вам нужно обязательно пройти тест ПЦР на наличие COVID-19 после въезда в Чехию, не посещайте рабочие места Департамента политики убежища и миграции МВД до получения отрицательного результата теста. Пока вы не получите этот тест, вы не будете зарегистрированы. То есть, если вы не выполните обязательства лично сообщить о своем прибытии в течение трех дней после въезда на территорию, что относится к иностранцам с долгосрочным или постоянным видом на жительство, к вам не налагаются никакие санкции. То есть, никаких штрафов не будет, если вы вдруг приехали и в течение трех рабочих дней не зарегистрировались на ОАМП. То есть, это касается первых владельцев рабочих карт по долгосрочной визе, которые пересекают первый раз границу и обязаны зарегистрироваться в течение трех дней для посещения ОАМПа. То есть, никаких штрафов не будет, главное выполнить эти обязательства, которые описаны. Для этого нужно сделать в первую очередь тест, потом уже забронировать себе место в ОАМПе, это можно сделать в электронной форме, использовать при посещении респиратор либо хирургическую маску. И если, не дай бог, конечно, вы получили положительный результат теста ПЦР, то прибыть на рабочее место только после окончания назначенного карантинного мероприятия. Поэтому, ребят, приехали в Чехию, отсидели карантины, сдали тесты, результаты теста у себя на кармане, взяли масочку либо респиратор и зарегистрировались, естественно, и потом только поехали в ОАМП подавать все свои необходимые документы. Только так. Вот такие, друзья, новости, с которыми хотел с вами поделиться. Надеюсь, заслужил этими новостями на ваши лайки, на ваши комментарии, просмотры. Делитесь своим мнением, что думаете по поводу этих COVID-паспортов, будете ли вакцинироваться, не будете вакцинироваться. Ну и делитесь своим мнением и опытом в комментариях. Будем общаться уже там. У меня все. Всем удачи и до новых выпусков на нашем канале. Всем удачи. Всем пока.